Мы будем задавать вопросы, а вы будете отвечать. Ну, вы говорите, хорошо, устроились модераторы, собственно говоря. Надо же донести идею в массы. Павел, собственно говоря, вы же профессионал в партизанском маркетинге. Я понимаю, да, но мы же тоже делаем ошибки. Может быть, все-таки вы выдадите вводный, потому что вопрос-то понятный, мы на них можем ответить. Я считаю, что вообще, на мой взгляд, уважаемые коллеги, мне бы хотелось такую вещь ответить, что несоветственно того, строительство, бренд или не стоите, он у вас существует. И вопрос другой, так как, добрый день, так как он у вас, вы, собственно говоря, если вы неосознанно его строите, значит, вы не управляете. Вот даже то, что вы находитесь здесь сейчас, это элемент построения вашего персонального маркета, ваша работа, ваш внешний вид, то, как вы общаетесь, все это является построением внешнего парня. Я бы, на самом деле, вообще, в последнее время я очень много работаю с людьми, которые хотят найти работу. И мы с ними говорим о том, что вот давай позиционирование, все с нами. Я говорю, слушай, да ты всю эту жизнь, всю свою жизнь занимался своим позиционированием. Каждый день, занимаясь чем-то, каким-то образом, что-то отмечаясь в каких-то социальных сетях, вы создаете свою позиционирование. Самый большой тест, самый простой тест. Зайдите в свой профиль, отмотайте на два месяца вперед и посмотрите на свой профиль чужими глазами. Какое впечатление у вас создаться об этом человеке, чей-то профиль. Самый простой, и это будет ваш неосознанный персональный брат. Вот если вкратце... А можно одну сразу хулиганскую вещь? Зайдите только не из своего браузера, а особенно касается тем, кто очень себя любит и периодически смотрит. Да. Потому что иначе вы точно будете в стопе. И как только вы реально осознаете то, что ваша ежедневная, ежесекундная деятельность является построением вашего персонального бренда, вы значите глубок. И тогда, безусловно, я думаю, что не осознавая себя, тоже можно строить персональный бренд. Мы все являемся персональным брендом, потому что мы уникальные люди. И вопрос, да вы каждый для чего-то его использует? Кто-то использует для продвижения себя в бизнесе, кто-то использует для строения какой-то карьеры, для продаж. Но он у вас есть, и нужно просто управлять. Можно ли в этом случае говорить о том, что если я неосознанно управляю своим брендом, то я до конца себе так и не ответила на вопрос, кто я? Нельзя неосознанно управлять тем, чего не осознаете. Нет, ну, я не очень корректно сказала, я согласна с вами, что бренд существует действительно вне зависимости от меня. Но если я не управляю им, я не ответил себе на вопрос, кто я? Абсолютно верно, и с другой стороны, неверно абсолютно. Потому что в случае, если вы являетесь неуправляемым брендом, вы подобны кораблю в море, который не проложил себе курс, а который просто спустил паруса и под волю волн или ветра куда-то его несет туда, куда угодно. И на лифы. Абзарь, есть такие? Я просто хотел сказать о том, что вы спровоцировали другую дискуссию. Наверное, давайте, может быть, спросим, а кто-нибудь поставил себе задачу сформировать осознанно свой персональный бренд? Вот об этом бы хотелось спросить. У кого-то есть задача сформировать свой персональный бренд? Давайте поднимем. Вот у меня лично есть такая задача. О, так мы все с профи тут разговариваем. О чем тут речь-то я делаю? Они сидели как партизанер с ответом на первую руку. Я, кстати, не всех знаю здесь присутствующих, но я знаю Василия Жертвева. Вот он сидит на первом ряду, так сказать, как отличник. И я знаю, что человек усердно, каждый день старается что-то делать, работать над собой. Может быть, просто давайте спросим его, Василий, вот сколько лет ты занимаешься построением своего бренда? Сознательно, наверное, как бы. Какие результаты тут реально можешь предъявить, вот просто вот так? Ну, прямо я не думал, какие результаты по поводу бренда. Пока еще в процессе. Хорошо, а какой бренд ты строишь? Как кто? А, ну я строю бренд как... Так, лучше, нормально? Да. Я строю бренд, помогаю людям быть здоровее, богаче, счастливее, простыми. Ты лично кто? Да, лично я. Нет, ты кто? Я тот, кто помогает людям быть здоровее, богаче, счастливее. Значит, в голове у нас, так как мы находимся в высшей школе экономики, я строю высшая школа маркетинга, мне сразу господин Траут тут же, его образ всплывает. И он должен мне сказать, там шепчет мне вот справа наука. Значит, если ты говоришь про Василия Жертвева, у тебя в голове должно быть его место, как только ты подумал о здоровье, сразу должен всплыть он. Не всплываешь. Ну, мы работаем. Вот, значит, о чем еще говоришь? Как только ты осознал, что нужно, нужна еще и программа для его формирования. И для того, чтобы занять устойчивое место в головах твоих потребителей. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы начали дискуссию. Спасибо. Иван. Анна, может быть, вы выскажитесь? Я совершенно согласна с коллегой Сахманом, что у каждого изначально есть свой премьер. Мы рождаемся индивидуальными, мы индивидуально одеваемся, говорим как-то в своем стиле. Мы преследуем свои собственные цели, идем к достижению своими собственными действиями, имеем свою мечту и так далее. Из всего этого складывается бренд. Но мы должны действительно ответить на последующие вот эти вопросы. А для чего же я создаю себе бренд? Да, вот то, что у нас на экране. И в зависимости от этого, вот я услышала Василия, я услышала его бизнес-бренд, но я не услышала персонального бренда. То есть ответ на вопрос «Кто я?» он складывается из нескольких составляющих. Кто я как личность? Кто я как профессионал? Кто я как творец? Ну и много-много вот таких вот мелких деталей. Дело в том, что мы не можем создавать отдельно бренд бизнесменов, например. Потому что за этим брендом не будет видно нашей личности, соответственно, люди не будут знать, как к нам обращаться. Бизнес-тренинг, например. Бизнес-тренинг, например. И я думаю, что он персонифицирует. Он дает нашей аудитории точки общения нашей с Вами. И показывает, на каком уровне, на какой плоскости, через какие взаимные интересы мы можем общаться. Мне будет тяжело общаться с человеком, у которого в информации о нем написано бизнес-тренинг, например. И все. Ладно, честно, я сразу услышала голос психолога. Я как психолог сразу услышала своего, да? Потому что только психолог чаще всего говорит о том, что персональный бренд – это все-таки бренд личности.